Русис, давайте начнем с того, что вы говорили о том, что в Литве нет учебника истории соседней страны Белоруссии. Почему так произошло, так происходит, и в чем вы видите здесь какую-то проблему для общества, для страны? Да, не то что учебника нет, у нас вообще нет такой книжки, которая бы имела там 200-300 страниц, которая была бы написана профессиональным литовским историком, которая бы называлась «История Белоруссии» по-литовски. Нету вообще такого делита, нету у нас и переводов, например, взять какого-нибудь белорусского автора и его перевести на литовский язык. Это потому что просто не знают? Знаю, вот именно вот и проблема, почему мы не выдали? Потому что, вот, например, говоря о Польше, у нас есть переведена книжка бритистского историка, Госплейгро, Норман Дэвис. Мы тоже, вот, литовцы не писали историю Польши, не писали, не переводили поляков, да, перевезли британцам. У нас есть история Латвии, есть, конечно, истории России очень много, но ничего нету про Белоруссию. Почему так есть? Вот очень много можно тут найти, конечно, объяснений. И одно из таких объяснений может быть то, что история Белоруссии до 20 века, до 19 века, синтегрирована в историю Великого княжества Литовского, да. Другое объяснение может быть, что вот в самой Белоруссии еще нету так стабильной, такого вот, ну, у вас меняется историография советская идет более прозападную, да. Вот вы с нами, как бы не знаете, как вы хотите себя показать, так вот, и литовцам может быть от этого непонятно. Может быть, вот геополитические проблемы, вот, как показать, если показывают очень радикально пролитовские, вот, литовские, вот, такое радикальное видение, которое мы имеем уже в 20 веке, она вообще не видит белорусов в истории Великого княжества Литовска, когда как бы получается, что мы отдаем Белоруссии России, да. А если признать, что белорусы были с нами, и мы оба, да, оба народа творили Великое княжество Литовска, тогда как бы расшатывается наш национальный нарратив, который говорит, что мы доминировали Великом княжеством. Вот такое вот, ну, как поступить, да? То есть, можно, в определенном мере, сказать так, что Беларусь, для такого национального версии истории в Литве, это такая проблема, поскольку она, как бы, создает, ну, возможно, такой дискомфорт для такого традиционного классического нарратива, национального нарратива. Да, абсолютно одно, потому что наш классический национальный нарратив литовский, он создавался в межвоенный период, и там были поляки, были русские, не было белорусов, потому что белорусы не создали своего государства после Первой мировой войны. И, как бы, литовцы забрали, грубо говоря, эту историю. И сейчас, после 90-го года, уже когда белорусское государство, значит, появилось, большое, три раза больше, чем Литва, и уже, как бы, очень сложно ее ввести назад, вот, снова, снова найти белорусов. Вы вот говорили о том, как бы, возможных вариантах написания такой вот истории. Какой вариант вам ближе? Да, этот вот вариант, который бы уважал и литовскую точку зрения, и белорусскую точку зрения. То есть, критически был бы рассказ, который бы рассказывал, почему литовцы так пишут в Великом Киеве, как пишут, и почему белорусские так пишут, как пишут. То есть, какие вот аргументы. Потому что, ну, объективные истории, ну, ведь нет, эти все национальные, эти вот, истории, которые не рассказываются, смотря с сегодняшнего дня и назад, вот. Но они имеют очень большое влияние на культурную идентичность, на геополитику, и политику в общем, вот. И если мы будем уважать один другого, если мы будем признавать, что есть не одна правда, а несколько прав, что есть возможность разных интерпретаций прошлого, от этого всем будет лучше. Да, потому что все конфликты, все самые большие трагедии получаются тогда, когда люди знают, что есть только одна правда, и за нее борются. Нет, у нас много правды, каждая своя. Мы по-разному смотрим на то самое проще, но мы имеем на то право, и это нас разбогащает. Скажите, а если посмотреть немножко в таком более широком региональном контексте, как вам кажется, вот, наследие Великого княжества Литовского, в чем его, как бы, значение? В чем ценность этого, вот, как бы, этапа, этого периода? Если смотреть сегодняшнего дня, то есть очень много. Есть право, есть статут, да, то есть вот этот регион, где право имело очень важное значение, а право так это знак цивилизации. То есть, да, Великое княжество было... Европейской цивилизацией. Цивилизация, Европейской цивилизацией, правда. Ну, да, Великое княжество было очень демократическим государством, очень развитым в цивилизационном смысле. Вот только из-за права, только вот из-за этой одной... И это право было для литовцев, для белорусов, для украинцев и для части поляков тоже. Очень многое время. То есть, это было то, что нас соединяло. Это была толеранция культурная и всякая, и, значит, и религиозная. Поэтому из Большого Великого княжества Литовского мы сейчас имеем 4-5 наций еще добавить, если евреев. То есть, Великое княжество не нивелировало их, не разгромило эти народности, но оно дало возможность им появиться как раз в 19-20 веке. И только вот сегодняшняя наша проблема, что мы не можем как бы сами один с другим жить, поделили сами, ну, и эту историю, это прошлое. Вот, и надо просто возвратиться где-то вот в те времена, хотя бы не единого уровня, и снова иметь вот этот регион, который был бы нормальный, цивилизованный. И вот такое вот. То есть, можно говорить так, что обращение к наследию ВКЛ и какое-то обсуждение его, как бы, такая актуализация, это такая форма, ну, как бы, такой, как бы, преодоление национальных ограничений, да, и какой-то вот формы европеизации для этого региона. Да, да, вот именно, тоже так. То есть, меньше и меньше должно быть конфликтов, если мы нормально, серьезно посмотрим на наследство Великого княжства Литовска. Больше толеранции, больше критического мышления. То есть, мы станем более, скажем, культурными, цивилизованными, более развитыми. Спасибо. Погадаю. Спасибо.